Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами рассмотрим удобный и практичный датчик, который измеряет текущие показания температуры, влажности и уровня освещенности. А удобство заключается в том, что эти данные доступны не только в системе управления умным домом, куда они передаются по ZigBee, но и отображаются на довольно крупном и контрастном жидкокристаллическом экране. О том что он умеет, а также о методах интеграции в Home Assistant, далее в моем видео. Модель LC-Z030. Измеряемые параметры. Температура, влажность и освещенность. Интерфейс ZigBee 3.0. Питание. Две батарейки 2А. Диапазон измерения. Температура от минус 10 до 60 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 100%. Освещенность от 0 до 157 тысяч люкс. Размер 84 на 55 на 32 миллиметра. Поставляется устройство в универсальной упаковке, в которую отправляют самые разнообразные датчики. О его типе и интерфейсе можно узнать из наклейки в правом верхнем углу. В комплекте поставки, сам датчик в пластиковом держателе и небольшая инструкция на английском языке. Из интересного в ней, это технические характеристики устройства, которые я уже озвучил и поведение светодиода. Практически всю фронтальную часть устройства занимает жидкокристаллический экран размером 70 на 45 миллиметров, на который и выводятся все показания с сенсоров. Конструктивно корпус сделан таким образом, что экран находится под углом, так лучше видно его показания. Сверху находятся две кнопки и окошко датчика освещенности. На задней стороне находится прикрытый пластиковой крышкой батарейный отсек, над ним находится отверстие для шурупов, для крепления на стену. Одна из кнопок на верхней части предназначена для переключения градусной шкалы Цельсия и Фаренгейта, вторая для проверки связи и перевода в режим сопряжения. Между ними окошко датчика освещенности. Под крышкой скрывается довольно объемный отсек для двух элементов питания формата 2А. Производитель предусмотрел две ленты для легкого извлечения установленных батареек. Батарейки на 1.5 Вольта ставятся последовательно, то есть рабочее напряжение 3 Вольта, аналогично как у плоских батареек таблеток типа CR2032. Но конечно у таких элементов намного больше емкости. Светодиод активности находится внизу экрана, он довольно яркий и светит белым цветом. Но увидеть его можно только если что-то идет не так, в нормальном режиме работы когда устройство подключено к zigbee координатору диод не светится. Самым крупным шрифтом отображены значения температуры и влажности, я считаю это правильно. Сверху мелким параметры освещенности в люксах. Слева от него значок подключения к сети, на этом слайде просто точка. Справа индикатор заряда. При отсутствии соединения с сетью, диод медленно вспыхивает раз в 2 секунды. А это режим сопряжения, для которого надо поддержать нажатой кнопку Reset. Традиционно логическую часть обзора начинаю с родной для устройства экосистемы, в данном случае Tuya Smart. Для подключения необходим любой совместимый с ней zigbee шлюз. Я продолжаю использовать проводную версию от Moes. Запускаем его плагин. Переходим в добавление устройств. Переводим датчик в режим сопряжения и нажимаем кнопку диод уже мерцает. В течении минуты устройство подключится к шлюзу. После этого можно изменить его имя и расположение, а можно и не менять. Датчик появится и в перечне дочерних устройств шлюза, и в общем списке системы. Тут видны значения температуры и влажности не заходя в плагин. В плагине, кроме температуры и влажности, отображаются еще и значения освещенности в люксах. Есть графики изменений, журнал событий и меню с установками. В нем есть информация о уровне заряда, есть возможность изменить шкалу градусов, а также настройка пороговых значений. Установив пороговое значение для температуры и влажности, мы включим оповещение от датчика при их пересечении, в меньшую для минимума и в большую для максимума стороны. Можно включить и пищалку, которая тоже есть в устройстве. В общем меню настроек все стандартно, есть информация о совместимости с Amazon Alexa и Google Home, можно проверить версию прошивки, обновлений не было. Основное предназначение таких датчиков в автоматизациях триггер, то есть событие, в данном случае показатель одного из сенсоров, который запускает действие автоматизации. Но кроме ожидаемых значений температуры, влажности и освещенности, тут есть и много других. Хотя то что они есть еще не гарантируют, что они работают и для них найдется какое-то применение. Кроме стандартных и ожидаемых триггеров, по показаниям температуры, влажности и освещенности, где триггер сработает если показатель меньше, больше или равно установленному. Тут, например, нашелся такой же триггер и для уровня заряда, что вполне применимо для создания уведомления о замене элементов питания. Для остального, скажем изменение значения минимальной температуры, придумать кейс довольно сложно. Датчик, как ни странно, нашелся и в действиях автоматизации. Правда все что тут есть, особого смысла не имеет, так как устанавливается один раз вручную. Хотя теоретически, можно например отключить пищалку на ночь. Пороговые значения для температуры и влажности, шкала для температуры, все это, по моему мнению, для автоматизации лишнее. Хотя, лучше когда есть лишнее, чем когда чего-то не хватает. Для проверки пищалки, я установил минимальный порог температуры в 15 градусов и вынес его на балкон, пока там температура ниже. При пересечении этого порога включилась пищалка. Также приложение отправило пуш-уведомления и событие отразилось в журнале работы. Датчик освещенности, свет выключен. Включаю подсветку. Не мгновенно, но довольно оперативно. Попробуем посветить на датчик фонариком. В целом скорость реакции на освещенность вполне адекватная. Где можно использовать ее? Например в кейсах по включению дежурной подсветки, либо для автоматизации управления шторами и так далее. Для сравнения я оставил на несколько часов датчик вместе с парой других подобного класса от Xiaomi. Не могу сказать что идеально совпало, но значения очень близки, расхождений в показаниях я не заметил. Для подключения в Google Home, нужно через меню добавления устройства совместимого с сервисами, подключить к системе свой аккаунт Tuya Smart. После этого все совместимые устройства автоматически там появятся. Именно так и повел себя герой обзора, тут он последний в списке, как совмещенный датчик температуры и влажности. Добавим его в какую-то из комнат созданных в доме. В частности тут я добавил его на балкон гостиной. И теперь на вопрос по температуре и влажности там, Google Assistant присылает его показания. Интеграцию в Home Assistant начнем с штатной, Tuya Smart. Она тоже работает по принципу подключения к аккаунту. И этот датчик полностью совместим с этим способом, передавая значение температуры, влажности, освещенности и уровня заряда. Его достоинством является то, что при этом устройство остается в штатной системе управления и в Google Home. Недостатка, привязка к облачному сервису и как следствие зависимость от наличия и качества канала доступа в интернет. Перейдем к zigbee2mqtt. На момент проведения теста у меня установлена версия 1.23.0. Координатор CC2652P на январской прошивке. Запускаем режим подключения и держим кнопку на датчике пока не начнет быстро мигать светодиод. Подключилась быстро и без проблем, тут реализована штатная поддержка устройства. Датчик относится к классу конечных устройств это логично, так как он работает от батареек. Тут есть данные по температуре, влажности, уровень заряда батарейки, освещенности. Освещенность в сыром, необработанном виде, так как она приходит в сенсор. А это данные, после приведения их в люксы, единицы измерения освещенности. Далее идут настройки минимумов и максимумов для температуры и влажности и аларма для них. В Home Assistant данные поступают из интеграции MQTT. Изначально тут отобразились только температура, влажность и уровень заряда. Для обновления надо коротко нажать на кнопку Reset на датчике. Теперь тут все то же самое, что мы видели на вкладке экспозиции. Часть сущностей скрыта и скажу честно, на рабочей системе я дополнительно скрыл все, кроме данных, сенсоров и уровня заряда. На сайте zigbee2mqtt, на странице этого устройства, есть информация по пороговым значениям температуры и влажности, точнее тревоги по их достижению. Тут написано, что эти значения нельзя ни просчитать, ни записать. Для теста на SLS шлюзе я использую официальный последний релиз прошивки. Подключение совершенно стандартное. Тут тоже никаких проблем с определением устройства не возникло. Используется 29 конвертер. Состояния пока подтянулись не все, они добавляются по мере получения данных. Это можно форсировать нажав на кнопку Reset. Вот и уровень заряда. Пороговых значений тут нет, но по сути они и не нужны, так как все равно сами алармы не работают. Вот так в Home Assistant пробрасываются данные с SLS шлюза. Кстати, в таком виде я себе оставил и через zigbee2mqtt, этого достаточно для работы. Датчик в целом мне понравился. Хотя у меня нет недостатка в подобных устройствах, думаю что я оставлю его в своей системе умного дома. Из того что я увидел, все показания адекватные, не противоречащие подобным используемым у меня устройствам. К достоинствам можно отнести интерфейс zigbee, крупный контрастный экран, достаточно точные показания, использование емких и стандартных батареек 2A. Из того что хотелось бы, подобный датчик с экраном на электронных чернилах, что позволит применить круглые батарейки типа CR2450 или CR2320 и сделать его плоским. Либо сделать вариант с часами. Короче сделать несколько вариантов подобных устройств. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч.